Пока на рабочих местах пусто, но кипучая деятельность здесь начнется буквально через несколько минут. А сейчас у дверей пункта помощи при ДТП приглашенные официальные лица участвуют в церемонии открытия заведения. Мы нашли возможность в казне Ленинского городского округа найти помещение. Приложили все усилия для того, чтобы его отремонтировать, принести в порядок. И надеемся, что в этом прекрасном помещении будут оказывать эти юридические услуги не только жителям Ленинского городского округа, но и гостям нашего прекрасного муниципального образования. Это 12-й пункт помощи при дорожно-транспортных происшествиях, открытый на территории Подмосковья. Как показала практика, в муниципалитетах, где действуют подобные центры, время нахождения участников ДТП на проезжей части сократилось с 3 часов до 40 минут. А количество выездов экипажей ГИБДД на место происшествия снизилось более чем вдвое. Какой пример очень тесного и жередового взаимодействия. Участвовали все, федеральные структуры улицы ГИБДД, участвовала муниципальная, местная власть, которая приложила достаточно много усилий. Участвовали многие министерства правительства Московской области. И главное, наверное, что все это сделано для того, чтобы люди почувствовали улучшение качества жизни в разных городах Московской области. Экскурсию по вновь открытому учреждению провела генеральный директор региональной общественной организации Союз безопасности дорожного движения Светлана Заболоцкая. Она же рассказала о принципах работы пункта помощи при ДТП. Происходит звонок на 112, ему задают два вопроса. Есть ли разлив топлива, есть ли пострадавшие. То есть устраняется чрезвычайность. Если ни того, ни другого нет, далее работает наша горячая линия на базе ГКУ ЦБДД Московской области. Это подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Горячая линия наша работает в круглосуточном режиме. И цель ее – помочь оформиться максимально быстро на месте, если есть такая возможность. А еще специалисты центра помогут составить схему ДТП, грамотно заполнить европротокол, минимизировать штрафы и подготовить бумаги для страховой компании. Услугами центров уже воспользовалось более 200 тысяч человек. Мы просто прищемили, как говорится, хвост аваркомам. То есть это аварийные комиссары, такая служба, которые приезжают каким-то образом, узнав о том, что произошло ДТП, и на улице, пользуясь тем, что люди в расстроенном состоянии, в такой уязвимой ситуации, они говорят, давайте там 3-5 тысяч, мы оформим вам ДТП. На что мы говорим, не надо, не платите никому деньги, позвоните нам, и вы бесплатно будете знать, как его оформить. На сегодняшний момент готовятся к открытию офиса еще в семи городских округах. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.